Объявлен мораторий на проверке субъектов предпринимательства. Действовать запрет будет ровно два года. Распространяется он только на десяти контролирующих органов. Сегодня об этом более подробно в нашем прямом эфире телеканал Нью-ТВ. Я, Лиза Балбакова, приветствую вас всех. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Тема эфира «Мораторий против здоровья граждан». Почему такая тема мы попытаемся выяснить во время нашего эфира. В гостях у нас сегодня Кудембердиева Аклай Тураровна, начальник управления регулирования предпринимательской деятельностью при Минэкономике. Здравствуйте, Аклай Тураровна. Спасибо, что уделили время, пришли. Также у нас в гостях Ускимбаева Гульнара, президент Ассоциации поставщиков Кыргызской республики. Здравствуйте, Гульнара. Спасибо. Добрый вечер вам тоже. И у нас в гостях Ташматов Алишер, гражданский активист. Здравствуйте, Алишер. Спасибо также, что вы пришли, уделили время. Ну, Аклай Тураровна, хотелось бы начать именно с вас. Вот объявлен мораторий на проверке субъектов предпринимательства. Сколько видов контроля существует на сегодняшний день? И сразу расскажите, на какие инстанции сейчас действует данный запрет? Здравствуйте еще раз. Ну, я хотела бы сказать, что с 1 января у нас мораторий на проверке. Как вы сказали, он затрагивает только 10 контролирующих органов. Это санэпидемстанция, Минздрав, получается, антимонопольная политика, экотехинспекция. И там целый список 10 косорганов. Я еще раз хочу сказать, что данный мораторий не распространяется на налоговые проверки, так как налоговые проверки не регулируются у нас налоговым кодексом. К этому мораторию мы до этого, в лет 10 мы объявляли тоже мораторий. Но основная цель данного моратория была в том, чтобы поменять вообще весь взгляд на моратории со стороны госорганов и самих предпринимателей. В данном моратории мы закладывали элемент мониторинга. И это самое главное, что по истечении 2 года будет мораторий, и за эти 2 года сам предприниматель может по своему желанию обратиться в контролирующий орган, чтобы его проверил ГКО, без наложения каких-либо штрафных санкций. Это самый важный вопрос в этом моратории. И поэтому у нас сейчас есть рабочая группа, и мы, соответственно, готовим изменения в закон о субъектах предпринимательской деятельности. Спасибо. 56-56-72, звоните, задавайте свои вопросы нашим гостям. Мы в прямом эфире. И вот сколько субъектов малого и среднего бизнеса грубо нарушали требуемые нормы и лишались лицензии в прошлом году, если есть какая-нибудь статистика? Ну, надо, знаете, отделять лицензии, лицензии требуемые, это другое. Мы сейчас говорим о моратории на ГКО, это контролирующий орган, это получается, как я еще сказал, санэпидемстанция, несоблюдение антимонопольного законодательства и такого флага. А вот какова была ситуация до моратория? Нам известно, что 99% общепита имели нарушения, и насколько они были другое? Ну, в прошлом году у нас было постановление, как вы знаете, то, что там мы, у нас сейчас совместно стикеры санэпидемстанцией, она дает, например, если она проверит, если это соответствует всем нормам, зеленый стикер, предупреждающий, это желтый стикер и красный стикер. Это очень так стимулирует предпринимателей, хотелось бы сказать. А так, то, что есть, конечно, были нарушения, но этот мораторий не распространяется на неплановой проверке. По жалобам граждан, потребители, госорган может пойти и проверить то или иное предприятие. Спасибо. Вот не секрет, да, Гульнара Тураровна, что в Бишкеке есть точки фосуды, которые работают и вовсе без коммуникации, без воды. И скажите, вот как вы восприняли данный мораторий и к чему он приведет, по вашему мнению? Ну, я приветствую всех наших слушателей. Но здесь надо сказать, что да, бывают точки фастфуда, где нет каких-то коммуникаций, то есть воды, канализации и так далее, но если там не готовится, то есть там уже просто фасуется и раздается продукты питания, то нельзя говорить о том, что эта точка нарушает какие-то требования законодательства. Тут все надо смотреть именно на процесс приготовления, то есть каким образом все это происходит, насколько соблюдаются все санитарные нормы, потому что мораторий не направлен на то, чтобы действительно вредить здоровью граждан. Единственная, вот как уже Аклай сказала, цель моратория, в общем-то, дать, с одной стороны, передохнуть бизнесу от проверок, с другой стороны, чтобы государственные органы пересмотрели свою политику проверок, пересмотрели подход по проверкам и пересмотреть само законодательство, то есть этот закон о проверках, какие нужны туда внести изменения, с тем, чтобы проверки действительно, как это декларируется, не карали предпринимателей, а помогали ему правильно выстроить свой бизнес. Но 99% это не шуточная цифра. Ну, на самом деле, все зависит от того, что считать нарушением. Мы неоднократно обращались и в Минздрав, вот, соответственно, в департамент соответствующий, о том, что нельзя применять одни и те же требования к крупному бизнесу и к малому и среднему бизнесу. Ну, например, да, одно из требований законодательства, наличие там главного технолога, начальника смены и так далее. А если малое предприятие, там всего три человека, да, то есть однозначно, формально, получается, нарушение есть. Нет там главного технолога отдельного, нет отдельно там еще какого-то специалиста по технике безопасности и так далее, и так далее. А если речь идет о санитарных нормах, которые должны соблюдать? Нет, видите, там тоже вот есть такие моменты. Например, да, есть какой-то устаревший санпин, где говорится, что в пищеблоке должно быть только плиткой выложено, да, ну, потому что в советские времена, извиняюсь, только плитку можно было нормально помыть, стены, да, чтобы соблюдались какие-то санитарные нормы. А сейчас очень много современных строительных материалов, которые тоже позволяют мыть, да, стены там, пол, то есть будет та же самая чистота, но с применением не вот этой плитки. Довольно часто, я просто хочу сказать, что проверяющие довольно часто относятся формально. Вот есть плитка, нет плитки, вот к нам тоже на склад, вот к нашим членам приходило, например, продают фасованные продукты питания. И говорят, на складе, где стоит, извиняюсь, стеклянные банки с томат-пастой, говорит, стены склада должны быть выложены кафельной плиткой и пол, ну, такой моющийся. А где касание с продуктами питания? То есть иногда, и это пишут как нарушение, и они попадают в ваши 99%. Поэтому, я считаю, нужен мораторий, чтобы пересмотреть эти нормы и действительно сделать их действующими, что если уже идет какое-то нарушение, и предприниматели, и граждане понимали, да, это уже идет ущерб здоровью. Ну, Гульдар, смотрите, Кабмин уверяет, что отсутствие проверок поможет нам развить бизнес-сектор. Вот как он поможет, и как скажется мораторий на качестве товаров и услуг? Ну, давайте я так скажу, что, с одной стороны, вроде бы по закону о проверках, ну, ГКО, да, государственный орган должен за 10 дней предупредить, что будет проверка и так далее, но я всегда выступаю на стороне малого и среднего бизнеса, потому что члены нашей ассоциации – это малый и средний бизнес, где директора, собственники компаний, они же довольно часто и сами технологи, и с нами снабженцы, и сами продают свой товар, то есть общаются с торговыми точками и так далее, и их на работе не застать, да, то есть вот пришла к тебе проверка, и ты с этим проверяющим ходишь, а в это время стоит твоя работа, мы это не можем себе позволить, у нас нет таких ресурсов, чтобы уделить все время проверки, там, три дня ходит проверка, тебя полностью контролирует, а ты даешь все необходимые пояснения. И, в общем-то, я считаю, что это правильно, что мораторий будет помогать развитию именно малого и среднего бизнеса с тем, чтобы, с одной стороны, вот как Клай уже сказала, можно будет вызвать к себе на мониторинг, да, то есть просто проверить и сказать, что у вас не так, и не боясь наказаний, да, каких-то, да, без карающих каких-то действий, и действительно привести в соответствие, то есть внести разумные изменения в свой бизнес с тем, чтобы обеспечить безопасность здоровья граждан. Спасибо. Алишер, я бы хотела послушать и ваше мнение, вот что изменят эти два года и поможет ли мораторий нам улучшить действительно бизнес-сектор или мы просто даем свободу бизнесменам, предпринимателям, как вы считаете? Ну, для бизнеса, конечно, это будет глоток воздуха, то, что будет отсутствие проверок, но для простых потребителей это будет означать возможность не только подцепить какие-то бактерии, но и собрать целую кучу неприятностей. Почему? Потому что сегодня не каждый предприниматель, я думаю, коллеги мои согласятся, добросовестный. Есть добросовестные предприниматели, которые работают честно, у них всё хорошо, они стараются, ну, тот же самый фастфуд, да, следить за ним полностью, по полной программе, да, ну, то, что надо, всё есть, но есть же те, которые пренебрегают нормами санитарной безопасности, противопожарной безопасности и так далее, а это ведь очень опасно. Вот взять, допустим, район Казаласкера, там прямо на улице продают курицу-гриль, там на улице прямо стоят газовые баллоны, они же могут бабахнуть, они могут бабахнуть в любой момент, а отсутствие проверок им даёт возможность торговать, они стоят прямо на тротуаре, и никому ничего, никакого дела нету. Также, допустим, говорить о других каких-то проверках. Да, конечно, для бизнеса это хорошо, сегодня у нас в государстве правят бизнесмены, они по факту всё подстраивают под себя, но простые горожане, простые каргастанцы, они попадают в болото, которое, можно сказать, может не только навредить здоровью, но и много чего ещё создать. А по Вашему мнению, вот эти проверки, они как-то улучшали ситуацию или всё как-то решалось другими путями? Ну, к сожалению, на сегодняшний день, скажем так, всё видно, что проверки, которые проводились, они не давали особого результата. Это, ну, может быть, там какие-то откаты были, может быть, кто-то там как-то всё это смотрел иначе, проходили, может быть, мимо, получая какие-то откаты, взятки и так далее. Но мы же видим каждый раз, ну, я думаю, каждый из вас ходит же где-то, что-то всё равно покупает. Например, вот простой момент, с ребёнком идёшь, например, где-то по улице, захотел ребёнок гамбургер, да, или там говорят, купи мне пирожок, хочу пирожок. Покупаешь пирожок. Там проверки не проводятся, всё, этот человек работает как где хочет, так и эти пирожки изготавливает, их содержит, там, может, крысы лазают, мышки там и так далее, клопы там и так далее. Ребёнок скушал, получил там отравление, да, после драки-то кулаками уже махать поздно. А вот эти проверки, которые у нас на сегодняшний день отменены, это просто, говорю, это просто ужасная ситуация, которая наша страна просто пытается равняться на другие страны, более цивилизованные, где бизнесмены чётко соблюдают законы, чётко понимают, что вот так вот делать нельзя. Они соблюдают нормы безопасности и так далее. У нас на сегодняшний день не каждый бизнесмен соблюдает не только вот эти нормы безопасности, но и тот же соцфонд, например, не каждый оплачивает полностью. Это же многие же знают, об этом открыто говорят и в Джигуркукинише, и в правительстве, но, к сожалению, несмотря на это всё, у нас всё равно многие бизнесмены элементарно даже налоги не платят полностью. Спасибо, Алишер. Целью документа была поддержка отечественного бизнеса, однако на деле поддерживая одних граждан, действительно, запрет нарушил права других потребителей. Я против, я против полностью. Спасибо. Я бы хотела поставить мнение врача, санапид надзора, а далее продолжить нашу беседу, потому что врачи тоже считают, что сейчас этот мораторий угрожает здоровью нашего населения. Давайте посмотрим. Нарушения разные бывают. Например, бывают просроченные продукты реализации. Например, без медосмотра работают, без спицы одежды работают, грязно. Мы сейчас имеем право, только когда уже отравление, или жалобы в фастфудах относились. Они налогоплательщики, в основном налог платят, на основании этого налога государство держится. Но я еще понимаю другую сторону, именно кроме этих законов, у нас еще есть закон о защите прав потребителей. Была недавняя жалоба, самцы обнаружили, готовые самцы, там тараканы. Это именно точка в фастфудах обнаружили. Спасибо. Мы послушали мнение врача, санопеднадзора, Мохаммад Мурзашев. И случай с тараканами скорее подводит нас к тому, что может быть нужен постоянный контроль, как вы считаете, Гульнара? Или это единичный случай? Как вот уже все-таки говорится, что даже когда были проверки, не было моратория, тем не менее случаи вопиющих нарушений, антисанитарии, они на самом деле имеют место быть. И я считаю, что лучше всего воспользоваться вот этим временем, когда есть мораторий, ну и вообще вот этим периодом и нашей же передачей, в которой мы участвуем, с тем, чтобы призвать наших горожан, наших граждан как-то внимательно смотреть, где они покупают продукты питания, в каких точках общепита они питаются, с тем, чтобы наши граждане, они просто-напросто проголосуют жирублем, сомом, быть этому бизнесу или не быть. Если я захожу, там, например, на Чуисаново, да, вот там несколько точек общепита, все очень чисто, фастфуд делают вот в перчатках, да, вот собирают тебе этот гамбургер, ты видишь, что очень аккуратно все, мне кажется, потребитель сам выберет, будет он это покупать или не будет. Конечно, есть вопрос цены, и у нас основная проблема, я думаю, в наших детях, когда школьники, не то, что вот родитель, да, родитель не купит подозрительный пирожок, если уж на то пошло, да, не, ну вообще, а вот сам школьник, сам школьник, да, сам школьник может купить, потому что, вот, они еще, ну, не совсем понимают, да, там действительно, чисто или грязно, а вот это рядом, да, вот пирожок, да, я его съем, здесь, конечно, надо будет, ну, здесь, я считаю, могут родители посмотреть, да, возле школ, какие точки фастфуда, как-то поговорить, проявить свою действительно гражданскую активность, потому что, сколько бы не было у нас сотрудников в государственных органах, пройти по всем точкам, так сказать, сделать вот этот, действительно, тотальный контроль, они просто-напросто не смогут, их просто не хватит численно, поэтому я считаю, что вот как раз-таки мы, граждане, гражданские активисты, мы должны проявить сознательность и самим тоже, ну, уведомлять в тех же соцсетях, да, говорить о каких-то торговых точках, где действительно не соблюдается санитарные нормы, выкладывать фотографии, и выкладывать адреса, да, ну, с фактами, с тем, чтобы действительно люди знали об этом, и тогда, мне кажется, и не понадобится этих проверок. Вы сами говорите о том, что проверки нам не нужны, и в то же время, получается так, что проверки нужны, то есть получается по факту, сами граждане теперь должны заниматься проверками, что ли, это задача государственных органов, которые должны, по закону обязаны обеспечивать полную безопасность для граждан. Вы говорите вот про пирожки те же самые, да, которые ребёнок может сам купить, но хорошо он купит, он отравится, после этого биться там, по инстанциям бегать там, в суды писать заявление в милицию и так далее, это сколько времени понадобится, из учётом того, что может и наступить ведь летальный исход, а потом, кто будет за это отвечать, а потом уже сложно будет кого-то привлечь к ответственности, это всё будет очень долго длиться, нудно и так далее, но если сейчас контролирующие органы не будут следить, у нас будет огромная беда, потому что ведь речь не только в пирожке, ведь речь идёт же о многих направлениях, например, у нас сегодня молоко из чего делают, у нас, посмотрите, молоко поставишь на солнышко, оно не портится, ну когда это такое было? Другие какие-то взять, хлеб можно вот так вот раздавить, вот так в лепёшку сделать, руки убрать, он обратно примет ту же самую форму, а кто за этим следит, где ГОСТы соблюдается, ничего ведь не соблюдается, и несмотря на вот это всё, проверки запрещают, ну это что такое? Я могу прокомментировать, дарить вот эту законодательную плоскость? Нет, даже интересно будет послушать. Сам закон по субъектам предпринимательской деятельности, я не говорю про налоговые проверки, вот вы сейчас говорите 99, это, наверное, больше налоговых проверок касается, там, или что-то, но сейчас у нас вообще здоровье граждан, это не значит, что, я ещё раз говорю, неплановые проверки никто не отменял, если кто-то отравит, там, или что-то, кто-то бегает, там, я не знаю. Вы не поздно ли будете после того, как будет отравиться? Мы только мораторий объявили на плановые проверки, а сам закон, вот как Гульнатуран до этого сказала, плановая проверка, там, в зависимости от критерий, о степени рисков, например, общий ПИД попадает раз в год, он только проверяется раз в год по закону, там мы делаем послабление для бизнеса, раз в год, и до того, как он пришёл, есть сайт проверки, гавка и джи, он смотрит, он там, критерии риска, есть вопрос, на который он должен ответить, на который он должен подготовиться, и я хотела бы заметить, что презумпцию добросовестного предпринимателя никто не отменял, МСП занимает нас 40% в нашей структуре ВВП, поэтому не слышать голос бизнеса мы не можем, конечно, я понимаю, вы сейчас говорите о малых, именно МСБ по 3-4 человека, но они тоже должны учиться, и поэтому создавать хороший бизнес, честный бизнес, поэтому моратории, мне кажется, это у них хороший шанс, чтобы контролировать орган, он не был ему врагом, а потом видеть, а, придёт там и уйдёт, нет, Вы сами говорите, один раз в год всего лишь проверяют, потому что закон такой, это не проблема, ведь один раз в год их проверить, согласитесь? Да, это вопрос, как проходят эти проверки, да, это другое, и вот поэтому мы, вот мораторий, мы взяли мораторий на 2 года, вот у нас сейчас создана рабочая группа, возникает на нашу рабочую группу, от общепитания у нас никого нет, и там мы поменяем наши законы, посмотрим, сам закон наш, может быть действительно, общепитом что-нибудь, мы рассмотрим, чтобы его чаще проверялись, там какие-то критерии, мы пересмотрим. Я вот согласен, что есть определённые нормы, вот которые она ранее называла, то, что там, допустим, кафель там и так далее, в этом плане я не спорю, я согласен, но в целом по проверкам, вот например, вот даже сейчас в любое здание, в любой магазинчик, давайте зайдём вместе, я 100% уверен, что там будут десятки нарушений, в том числе и санитарные, противопожарные безопасности и так далее, потому что сегодня предприниматели не соблюдают элементарные правила безопасности, даже для себя, не говоря уже о ком-то. Да, согласен, нужно послабление сделать, но послабление касается вот тех моментов, о которых она говорила. Почему вот даже раз в год эти проверки проводятся, почему на основе вот этого нельзя за это же время, пускай это будет проводиться, раз в год всего проводится, за это время создайте все условия, для того чтобы вот они же обозначают все эти проблемы, которые там, допустим, тот же кафель можно заменить чем-то другим, ну измените это все в течение года, в течение рабочего времени и проводите эти проверки, это же не сложно. Дайте возможность бизнесу работать. Ну вот мы даем сейчас бизнесу, чтобы они изменили, мы приходим, приходят и посмотрим. Нет, 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 вот я предлагаю, например, вот аудит, да, например, тот же самый аудит, почему бы его не сделать онлайн, почему вот, и чтобы голову не морочили, например, предпринимателям, почему его онлайн не сделать дистанционно, Я вот до эфира разговаривал, школы проверяют, ведь в образовательных учреждениях там же набирается на работу не аудиторы, не экономисты, никто. Они простые люди, которых требуют образования, чтобы у них была степень образования, именно для того, чтобы обучать людей. И несмотря на это, проверки проводятся по всем направлениям, их требуют до простых учителей, я не говорю уже о директорах школ. То есть в этом плане нужно просто разграничивать вот эти проверки, правильно их сделать и всё. Проблем не будет ни у бизнеса, не будет, потому что бизнесмену сегодня приходят, например, и требуют деньги или какие-то возможности делают. Или говорят, давайте нам то сделать или это сделать. Ну вот об этом надо говорить открыто. Кто требует, сколько собирают, по каким датам собирает, кто собирает, кому отдают эти деньги. Вот это коррупционные схемы надо ломать, а не проверки сокращать. Нет, смотрите, у нас в сайте есть проверка ГАФК и Джина, я говорю, например, если вы предприниматель, вас неправильно, я не говорю с точки зрения потребителя, предприниматель, если вас неправильно проверяют или что-то там, что-то просят у вас, вы сразу в онлайн режиме, руководитель этого госоргана, он видит, как это всё как-то проходит. С каждой жалобой у нас регистрируется на этом сайте. Ну, люди же не будут обращаться. Почему? Министр экономики не раз, простите, что вас перебиваю, не раз говорил, что количество проверок, оно не уменьшается и не ограничивается, а просто отныне наказывать и принимать меры в отношении бизнеса орган не будет. Просто будет контролировать сверху или, вот объясните вот этот момент. Смотрите, плановой проверки на два года их не будет. Исправлять недостаточно. Плановых проверок у нас не будет на два года. Плановая проверка, это вот они в зависимости от степени риска, раз в пять лет, раз в три года и раз в один год, это обычно общий ПИД. Вот таких проверок не будет. Но есть по жалобам граждан неплановые проверки, они имеют место быть, например, вот та же ситуация, вот кейс, который мы сегодня рассматривали. И в объекте, который, например, отопление, это все, которые угрожают жизни и безопасности граждан, они у нас в работе, вне плановой проверки, они имеют место быть. Просто мы за этот период хотели бы тоже, я в самом начале говорила, чтобы инспектор не был ему врагом, чтобы он не приходил там выявлять нарушения, а ему советовать. Вот, например, у тебя там крана пожарного нет, ты, пожалуйста, его повесьте. И он в любой момент может обратиться совершенно бесплатно, инспектор, не налагая никаких штанстанций, он будет помогать ему. Проверит его и все. Но и за эти два года вот мы рассмотрим сам закон, да, вот он уже у нас драфт есть, и он будет у нас висеть на общественном обсуждении согласно регламента правительства. Поэтому я призываю всех потребителей в бизнес, участвуйте, пожалуйста, чтобы действительно, может быть, закон был более гибче к потребителям. Хотя сам закон о защите потребителей, нет, мораторий вводится постановлением правительства. А сам закон, мы... Мораторий надо отменять. Еще раз скажу, может быть, вот эта мысль немножечко как-то вскользь прозвучала, хотя и о Клайе я об этом говорила. На самом деле вот эти два года, их даже мало для того, чтобы действительно поменять сознание граждан. А как раз таки направление моратория, чтобы сблизить контролирующий орган и предприниматели с тем, чтобы они сотрудничали. И контролирующий орган помогал предпринимателям соблюдать законодательство. То есть учил его, говорил, ну, например, да, вот кафеля нет, понятно, это арендованный склад, ну, смысл, да, на год выкладывать кафельной плиткой. Но можно поставить какие-то моющие стеновые панели там, ну, еще какой-то другой материал. А вот на деле, как это будет происходить, Гульнара говорит, там можно, действительно ли будет идти вот такая вот плановая работа? Ну, на самом деле и мы с членами нашей ассоциации, я знаю другие бизнес-ассоциации, мы оповестили своих членов и проводим эту работу, и Министерство экономики проводит эту работу о том, что сейчас можно провести мониторинг, да. То есть вы можете пригласить и просто, ну, как посоветоваться, как со старшим товарищем, да, а правильно ли у меня все, а не нарушаю ли я какое-то законодательство. Потому что, действительно, та же противопожарная безопасность, это же для меня, это для сохранности моего бизнеса и моих активов. И поэтому, ну, вот, знаете, вот он начал действовать с января месяца, говорить о том, что вот за два месяца третий пошел раз так, и люди сразу побежали все в госорганы. Конечно, вот, и эта передача, я считаю, это как раз-таки один из шагов информирования предпринимателей, особенно малого и среднего бизнеса, о том, что они могут, не опасаясь каких-то санкций, не опасаясь каких-то взяток, не опасаясь еще чего-то там, да, пригласить и просто посоветоваться, как правильно выстроить внутри все свои и бизнес-процессы, и, может быть, помещения к тому, чтобы соответствовать требованиям законодательства. Было бы очень хорошо, если бы потребители действительно услышали бы это, но ведь мы знаем, что не все бизнесмены честны и добросовестны с населением, и этот момент тоже немаловажный. Это, да, тут есть эта проблема, но на самом деле она комплексная, и решать, что вот мы отменим мораторий, и сразу все станут честными и выйдут там на свет Божий, я бы так не стала говорить, потому что сколько существует независимость нашей страны, в общем-то, ну, по чуть-чуть снижается доля теневой экономики, но она по-прежнему значительна, и на самом деле нужны еще какие-то шаги навстречу с тем, чтобы люди не боялись выходить на свет, и мораторий – это один, пусть небольшой, но шаг в этом направлении. Я еще хотела добавить, кроме моратория, у нас есть закон, который был принят позапрошлом году, что вновь открывшееся предприятие, предприниматель, он освобожден от проверок на три года, и потом он автоматически не попадает, ну, он даже не попал бы в этот мораторий, он только открывается, ОСО, ЧП, ты откроешь, и три года тебя, я имею в виду ГКО, 10, они его не проверяют. Это тем мы даем бизнесу шанс, потому что, ну, как, в презумпцию добровольно. Этот момент тоже был спорный, да, Лешер, насколько нам известно, и многие потребители тоже выступали против. 56 56 72, звоните, задавайте свои вопросы о вашем мнении. Ну, я говорю, я категорически против, чтобы вводили, ну, вообще, чтобы были какие-то моратории. Вообще, я ярый противник. Я единственное, то, что за то, чтобы эти проверки как-то ограничивались, упорядовочились, это образовательные учреждения. Ну, у нас, конечно, Гульнара права. Действительно, в год один раз, вы думаете, эти проверки действительно помогут устранить вот эти вот нарушения? Ведь мы знаем, как эти проверки проводятся, простите. Ну, в том-то и дело, что эти проверки хотя бы раз, ну, планово, ну, вот один раз, но мощно проводились. Ну, хоть где-то, да, проводились, это хотя бы сдерживающий фактор. Что там верится, что они проводились, конечно. Сегодня этот фактор, он вообще абсолютно исключен. Опять же, здесь логики нету, если честно. Вот они говорят о том, что проверок не будет, ну, как бы мораторий введён, но в той же время. Плановых проверок. Да, плановых, но ждёте заявления от граждан, которые уже пострадали. Это получается, что нужно вначале пострадать, потом идти писать заявление, и после этого их только будут проверять. А пока не напишут заявление, этот человек, там, предприниматель, который, скажем так, пренебрегает техникой безопасности и так далее, может быть. А может быть он, там, торгует ГМО или ещё чем-то. Вы же не проверяете, вы же не можете контролировать, вы не знаете всей системы, что происходит на рынке. Потому что вы не проверяете. А люди за это время могут, например, получить какие-то серьёзные отравления, и через какое-то время у них, например, произойдёт, например, что-то серьёзное. Раком заболеют или ещё что-то. Вы же не можете такие моменты контролировать. Вы улыбаетесь, а на самом деле это же серьёзная проблема, о которой многие чиновники не задумываются. Потому что в стране сегодня правит бизнес, и бизнес диктует, как и что делать. А простые люди ничего поделать не могут, потому что их вынуждают. Их просто ставят перед фактом. И вы же сами первые можете пострадать, потому что вы же простой рядовой сотрудник. А руководят-то там наверху депутаты, министры, кабинет министров, премьер-министр. Он должен в первую очередь думать о населении, а после этого уже какие-то проверки отменять и так далее. Да, их можно упорядочить, да, их можно как-то правильно поставить, придумать какую-то систему. Но вот так вот отменять нельзя. Наоборот, их нужно увеличить и максимально заставить, чтобы проверяющие чётко выполняли свои обязанности. Не так, как они сейчас это делают, а конкретно по всем параметрам. И вот в этот момент вам нужно было разработать вместо отмены вот этого моратория введения, а наоборот нужно было создать такую систему, чтобы предпринимателей защитить от вот этих коррупционных схем. Спасибо. Спасибо, Гульнара. А вот уверен ли бизнес-сектор в эффективности моратория? Ведь мы слышим, что и врачи санопеднадзора, и экотехинспекция уверяют, что много жалоб поступают сейчас в надзорные органы, при запрете плановых проверок не станет ли больше в неплановых проверок, вот вы как думаете? Ну, на самом деле, предыдущий опыт мораториев, да, который, это же не первый мораторий, показывал... Именно этот мораторий почему-то вызвал шквал вот такого, шквал негатива. Ну, с одной стороны, это очень хорошо, это значит, растёт активность, это растёт гражданская активность, то есть люди начинают, ну, действительно, обращать на это всё внимание. Раньше был мораторий, он три года был, и, в принципе, не было плановых проверок, были внеплановые проверки, и действительно, если говорить по прошлому опыту, был небольшой, я бы сказала, всплеск внеплановых проверок, но так вот уж совсем говорить о том, что все предприниматели малый и средний бизнес дружно ринулись отравлять наших граждан, я бы так тоже вопрос не ставила, потому что на самом деле, если об этом можно было говорить в начале 2000-х годов, и так далее, то сейчас я считаю, что уже люди становятся, ну, как бы, более богатые где-то, да, и уже понимают, что на здоровье экономить нельзя, что мы то, что мы едим, и, соответственно, большое внимание обращают на то, где приготовлена та или иная пища, да, в каких условиях и в каких условиях мы ее едим, и здесь говорить о том, что в связи с введением моратория будет всплеск каких-то заболеваний или отравлений, я бы так не говорила, но, возможно, сейчас будет гораздо больше внеплановых проверок, чем раньше, это возможно, но зато это будут именно адресные проверки, то есть проверяться будут именно те предприниматели, которые действительно нарушают. Но это после будет, после того, как человек уже отравится. Ну, а смысл проверять тех, кто никого не травил, да, это же просто лишняя нагрузка на бизнес, а сейчас уже точечно, адресно проверят, конечно, уже это будет после того, как кто-то пострадает, и я этому тоже не рада, но зато это будет адресная проверка, и действительно тот предприниматель, который, ну, значительно нарушил те или иные требования закона, он пострадает от этого, то есть он понесет и штрафы заплатит, и выплатит какие-то компенсации пострадавшим. А если человек умрёт? Вот, например, вот смотрите, вот, извиняюсь, что вас перебиваю, вот, например, хорошо, мы отбросим эти пирожки, ладно, огромная проблема, опять-таки я говорю про детей, вот вы тоже только недавно сказали о том, что детей в школу вы отпускаете, он сам покупает пирожки, там ещё что-то, а, например, те же самые игрушки, кто на сегодняшний день будет контролировать вот эту вот опасность детских игрушек, ведь они опасные, все говорят, что есть у них токсины различные выделяются и так далее, и сейчас они не проверяются, они сейчас, многие игрушки воняют, но несмотря на это контролирующие органы уже закрывают глаза, а в течение двух лет они вообще будут ходить вот такие вот слепые, глухонемые, правильно же? Они никаких действий не будут делать до тех пор, пока что-то не произойдёт, а детские игрушки, на самом деле, на них нет моратория, вы что? Детские игрушки проверяются, сертификаты на них берутся, есть ли их импортива, есть ли их лагеря в качестве. Они продаются, и сегодня их тоже не следят. Мы будем говорить о проблемах прохождения наших границ, о том, что наши границы, к сожалению, очень прозрачны, и много товара проходит без проверок со стороны таможенных органов, возможно, при участии таможенных органов, но любые игрушки, которые местного производства, или одежда, или что бы то ни было, всё, что ввозится в страну, оно обязательно проверяется на соответствии тех регламентов, и мораторий на эти проверки не вводится, вы что? Нет, я говорю о том, что в целом, в целом... Действительно, правительство даёт время, чтобы никто не мешал им развиваться, бизнес-сектору, но стоит признать, что от бизнес-сектора, к сожалению, зависит наше решение наших социальных и значимых вопросов в стране. Нужно это признать? Нет, я не согласен, я всё равно при своём мнении остаюсь, потому что бизнес хорошо, он будет какие-то вопросы свои решать, он может решать это и с участием проверок. То есть проверки, они нужны. Если проверок не будет, у нас будет... Вопрос другой качества проверок, как они будут проходить, это будет другой вопрос. Тут согласен. Спасибо, сейчас, Алишер. Гульнара, вот такой вопрос. Очень был спорный момент у ваших коллег, почему в этот список именно вошли Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности и санопеднадзор? Ну, это список ГКО, который утверждается постановлением, а ГКО утверждает джоркинеш, и поэтому мы не можем оттуда убрать... Может, мы мнение послушаем вашего коллегу, да, а далее продолжим нашу беседу, время ограниченное, но я бы хотела послушать всё-таки. Налоговая служба и правоохранительных органов. Потому что происходил целый ряд... За прошлый год происходил целый ряд проверок со стороны таких органов, но по ветеринарному, по санитарно-эпидемиологическому контролю мы не обращались, потому что это нужный вид контроля. В любом случае, наверное, по опыту других стран он должен производиться. Это вот мнение вашего коллегу Асхар Садыков, исполнительный директор Международного делового совета. Ну, к этой теме мы, наверное, ещё не раз вернёмся, потому что действительно очень много вопросов остается без ответов. Я бы хотела бы ещё раз видеть вас у нас здесь в студии и обсудить эту проблему, может быть, более обширно, более подробно. Вы посмотрели программу «Черчак», оставайтесь с нами, не переключайтесь. Спасибо, что вы были сегодня с нами, уделили время, пришли, а лишь вам отдельное спасибо. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, до скорой встречи.